В предстоящей трехлетке главное внимание финансам на 2024 год. Региональным Минфинам в фундамент бюджета края внесен новый законопроект о росте заработной платы. С 1 января для квалифицированных специалистов на 5%, педагогам на почти 17%, а работников, получающих минимальную оплату труда, ждет надбавка на 8,5%. Следующие повышения запланированы с 1 февраля и с 1 июня. Бюджет 24-26. Наверное, я бы назвала это бюджет стабильности, потому что все основные первоочередные социальные расходы предусмотрены в полном объеме. Кроме того, в проекте бюджета на предстоящий год будут сохранены все социальные выплаты за Байкальцем. Около 9 миллиардов рублей предусмотрено на эти цели. Еще 3 миллиарда заложено на поддержку участников специальной военной операции и их семей. 300 миллионов планируется направить на восстановление подшефного Старобешевского района ДНР. Продолжит развитие не только социальная инфраструктура. На строительство и ремонт школ, детских садов, на модернизацию коммунальной инфраструктуры и дорожной сети в бюджете будущего года заложено около 10 миллиардов. Минфин уточняет, цифры предварительные. Размер федеральных дотаций станет известен позже. С 1 февраля предусмотрено повышение 3% квалифицированным работникам, которые попадают под указ президента. То есть это педагоги, воспитатели, врачи, работники культуры, социальные работники. И с 1 июня на 4,5% повышение заработной платы всем квалифицированным работникам. Для депутатов законодательного собрания, которые приняли активное участие в слушаниях, это обсуждение лишь первый ознакомительный подход к проекту бюджета. Свои вопросы разработчикам они, конечно же, задали. Но детально, с карандашом в руке, проект главного финансового закона края будет анализироваться в профильных парламентских комитетах, начиная с 25 октября, когда документ будет официально внесен в ЗАГС собрание. Я увидел, что посыл у нас присутствует. То есть это социальная направленность бюджета на 2024 год, это видно и в нашем бюджете. Это приоритетное направление, что национальные проекты, которые были, они должны быть в полном объеме предусмотрены. Поэтому вот это я сегодня услышал. Поэтому конкретику уже по суммам дохода и расхода мы рассмотрим по мере поступления на площадку законодательного собрания. Доходы, заложенные в бюджете края на 2024 год, к первому чтению составляют 103 миллиарда рублей. Расходы Минфина края предварительно оценили в 111 миллиардов. Дефицит краевой казны рассчитан в пределах 8 миллиардов. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.